Привет, друзья! С вами канал Хаш Лаваш. И сегодня у нас очередная посылочка из Китая. Так получилось, что я назаказывал очень много посылок, и все они приходят там периодичностью 5-6 дней. Я не могу их собрать все вместе и выпустить одно видео, потому что каждая посылка, каждый товар достоин отдельного внимания. Итак, поехали! Берем наш знаменитый нож и пробуем вскрыть. Естественно, эта посылка очень дешевенькая, и она шла без трек-номер. Я, кажется, знаю, что это такое. Хотя, да, точно, я знаю, что это. Это заказывал два дополнительных объектива для мобильного телефона. Для смартфона с камерой. То есть, такой бархатный мешочек, а в мешочке у нас два объективчика и прищепка. То есть, что это такое, спросите вы? А я вам отвечу. То есть, это такие специальные объективчики. Они идут к дополнению к вашему смартфону. Вот, допустим, сейчас я возьму обычный телефончик Samsung. Вот. И попробую примерить. А примеряем как? Так, то есть, здесь на два объектива, и они оба с крышечкой. То есть, чтобы не поцарапать линзу. Вот. Два таких объективчика. Да, и ещё один из них делится пополам. Не знаю пока, для чего это нужно. Но сейчас мы всё проверим. Протестим, так сказать. Так, ну давайте прицепим большой. Каким же образом он цепляется? А цепляется он на прищепку методом вкручивания. То есть, есть резьба. Сейчас мы включим на смартфоне камеру. Вот. Прицепим нашу прищепочку. Аккуратненько, чтобы не повредить. Вот. И сейчас мы можете наблюдать вот такой эффект. В виде фиша его называют. Или рыбий глаз. Вот. То есть, это можно делать очень широкий угол обзора. То есть, таким образом. Вот можете сравнить кадра так и без неё. То есть, очень сильно меняется угол обзора. Так, фокус, естественно, зависит от телефона. Давайте попробуем другую прицепить. Второй объективчик. То же самое. Откручиваем этот. Откручиваем первый. Вкручиваем второй. Так. Что-то не очень он вкручивается. Ну ладно. Так, смотрим. Что же будет со вторым? Второй. Так. Вот мы его одели. Ну и что у нас? Что изменилось? Ничего и не изменилось. Как снимало, так и снимает. Хотя, давайте проверим другое. Вот таким образом. Вот теперь понятно, что это такое. А это у нас, ребята, макросъёмка. То есть, я могу посмотреть очень мельчайшие детали. Очень мельчайшие. То есть, вот настолько мелко. Телефон в обычном режиме не берёт настолько близкие расстояния. То есть, тут буквально от телефона до конверта, ну, меньше двух-трёх сантиметров. То есть, меньше двух сантиметров я могу сфокусировать и всё чётко разглядеть, все цифры. Вот так действует этот объективчик. То есть, у нас получается в итоге три объектива. Один из двух делится пополам. И получается макросъёмка. Но в то же время, не понимаю, для чего нужен второй. Давайте его попробуем тоже прикрутить. Он же для чего-то нужен. Если он прикрутится, всё будет замечательно. Вот почему-то он не прикручивается. То есть, я не могу разобраться в этой фигне. Таким образом он крутится. Так. А как же? Ну, ничего не понятно. Короче, понятно только то, что первый объективчик, он делает рыбий глаз и широкий угол обзора. Второй объективчик, маленький, он делает макросъёмку. То есть, линза специально стоит на увеличении. А третий, я не понимаю, для чего он нужен. И он уже почему-то не крепится. То есть, китайцы настолько сделали поганую технику, что она уже не крепится. То есть, она должна вкрутиться одна в другую. Но ничего не выходит. Так. А, кстати, на них даже написано макро. Здесь тоже макро. Здесь 0,67x wide. Не знаю, что это такое. Я английский не учил. Так что, смотрите сами. Wide. Она большой написана. Fish, ну да, Fish Eye. Ленз 180 градусов. То есть, сами понимаете, да? Два, ну получается в общей сложности, как я уже и сказал, два объективчика. Один из них делится пополам. Один из двух делится пополам. Получается три. Ну всё. Складываю всё на место. Кому понравился видос, оценивайте, ставьте палец вверх. Ну или вниз. Оставляйте комментарии. Ссылку на товар я обязательно оставлю под видео. Можете посмотреть, кому понравилось. Переходите, обязательно смотрите. Всё. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok